Так что два мероприятия мы объединили на одной площадке, но теперь мы как раз можем участвовать в конференции, и кто-то я увидел, что добавились люди с конференции, и мы можем сегодня начать в Хакатон, и к нам приехал Ликард Олдсен, он здесь сидит в ферме, я думаю, мы всегда могу обойти всему, и все, 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 и все. Мы, наверное, должны сделать официальное открытие из приветственных слов, и, в общем-то, вот, этот микрофон для тебя, приветственный снова, и, в общем-то, это главный спонсор и организатор нашего мероприятия. Коллеги, всем привет, я буду очень рады, сегодня пятница 13, в общем, день такой подрисковый, поэтому мы не случайно сделали конференцию именно в этот день, и мы к чему-то тоже начнем сегодня, пятница 13. Надеюсь, вот, бизнес, который мы принимаем, он нам дадут доходность в виде новых идей, новых проектов, как бы, и крутых результатов на конец, не, воскресенье. Я хочу сейчас передать слово Бичарду Олдсену, основателю крупнейшего фейтброкера «Доланда» и основателю площадки «Великий», которая будет строиться на базе блокчейна. Поэтому, Олдсен, I'm ready for a short question. So, thanks for being invited here. First, apologies that I don't speak Russian, really a pain. The second thing which I have to say is, I share a dream with a lot of other people, is let's create a human world. And blockchain is actually the magic tool. The economists call it the truth engine. It's a unique opportunity to rewire the financial system. And this is why we have launched a very specific question. And I'm pleased that you're here, because if you could help us solve this question, this would be a massive contribution to kind of change the financial system. So, now, in our currency, that's Luka coins, that's our equity, there's the first prize with 400,000 coins. And then, three second prizes with each 200,000 coins. So, we'll just be thrilled if you contribute. So, thanks. Спасибо. И, на самом деле, еще маленькие тоже. Мы сегодня делали вот здесь конференцию, выставку по Art and Finance. Это единственный раз в России объект, который называется Silk, он звучит, это звучит биткоином. Если вы помните, у нас в первой выставке на Космоске вот так звучал биткоин. Там, кстати, устройство, инсталляция заработическая, которая в реально время считывает битировки биткоина в основном FX валютам. И в реально время озвучивает транзакции на блокчейне. Если у вас будет возможность потом, у вас будет время, можно сказать, посмотреть. Это еще вот в Космосе центре работает. Значит, еще раз вас всех поздравляю с открытием, и давайте это сделаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Thank you very much, Rachel. Следующий спикер. На самом деле, у нас несколько партнеров, и мы очень рады приветствовать на сцене Алексея Архипова из компании Kiwi, потому что они молодцы, потому что они отважились заявить о битрубле, когда это была еще тема, которая вызывала вопросы. Поэтому я передаю слово всем, чтобы Алексей нам что-то тоже сказал при нас. Спасибо большое. Я хотел рассказать немножко о том, какой сейчас шанс предоставился всем, кто здесь есть. Дело в том, что Kiwi – это тоже стартап. Когда я пришел в Kiwi, мы были очень маленькой компанией, у нас было очень мало людей. Мы сидели в маленькой комнате, там серверная в туалете была. В общем, я знаю, как компания и стартапы превращаются в единорога. Единорог – это компания, которая предлагала больше миллиарда долларов. И я знаю, что это возможно. Это возможно вообще в России. А вот в части блокчейна, как мне кажется, есть уникальная история. Она связана с тем, что мы сейчас, судя по всему, присутствуем при появлении какой-то технологии, которая будет компонентально капитализироваться в ближайшее время. То есть это типа 91-й код, как внутри что-то могли говорить, интернет или что-то подобное. И хорошая новость заключается в том, что, как правило, всякие супер-купер новые вещи не делают крупные компании. Если вы посмотрите все компании, которые собрали много денег и не делали информационную историю сейчас, это компании не из крупных компаний выросли. Google не вырос из, там, не знаю, от плода, из какой-то крупной компании. Facebook тоже не вырос из Microsoft и так далее. То есть, как правило, именно те, кто приходят со свежими идеями на рынок, они забирают его. Это очень хорошая новость. И я желаю кому-то, чтобы у кого-то получилось. Плюс еще очень огромный плюс блокчейна в том, что это изначально международная история. То есть изначально, если вы сделаете какое-то классное решение на блокчейне, у вас не будет проблем с тем, что будет транслироваться во весь мир. У вас не будет проблем с границами, с чем-то еще. То есть, если вы изначально капитализировались в OneWide, это очень круто тоже. Вот я вам желаю удачи. И сейчас я слово передам еще одному нашему партнеру, Алекс Форков, глава FinTech-кластера FinTech Future. Приветствую, дорогие друзья. Сегодня с утра я вернулся из Лондона. Я был на конференции разработчиков Ethereum. Эта конференция собрала порядка 300 разработчиков со всего мира в Лондоне. Лондон – это, можно сказать, такая финансовая столица мира. И очевиден интерес к блокчейн-технологиям. Очень живая дискуссия в этом направлении. Сам факт того, что человек, Сатоси Накамото или команда, написала маленькую программу, весом там 12 мегабайт, и, по сути, заставила говорить об этом, там, центральные банки, первых лиц разных государств, перевернула вообще понимание к вопросу, там, что такое деньги. На данный момент биткоином пользуются, там, больше 20 миллионов человек, 400 миллиардов долларов годовой оборот. Есть второй человек, скажем так, по величине в криптовалютной экономике. Это, когда ему было 19 лет, он написал white paper. Это идея, оттекстованная идея. Он нашел единомышленника, который доказал, что это возможно сделать технически. Вы, наверное, знаете, да, о ком я говорю? Кто знает? Поднимите, пожалуйста, руку. Отлично, да. Его зовут Виталий Бутерин. И он собрал, Марина здесь уже сказала об этом, 18 миллионов долларов исключительно только в криптовалютной экономике. Есть много примеров. Например, есть ли у нас здесь сейчас Игорь? Игорь? Баринова нету, да, еще? Ну, я думаю, он подойдет. Да, это многократный победитель хакатонов в США, по блокчейну. Я хочу сказать, что наш русский мир очень плодовит на таланты. И я надеюсь, что мы, скажем так, продолжим традицию изобретателей, которые создают вещи, вот такие переворачивающие мир. Если здесь будут такие проекты, я приложу все усилия для того, чтобы поддержать их внутри нашей страны и на международной арене. Сейчас у нас открылся финтех-кластер. Мы находимся в Москве-сити. В качестве подарка победителям этого хакатона мы также вручим бесплатные рабочие места. Я думаю, благодаря этому люди, попав в такую финтех, скажем так, атмосферу, атмосферу стартаперов, смогут еще больше прокачать свои скиллы. Спасибо вам. Да, если что, вот хотите, пообщаемся подробно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Вячеслав Миссис Бартнер. Я приглашаю на сцену Артема Бубанова представителя национального расчетного депозитария. Добрый день. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Я представитель национального расчетного депозитария. Национальный, значит, центральный. Я сейчас скажу то, что вы делаете. То, что мы делаем, постарайтесь не уснуть. Потому что это очень скучная деятельность. Мы занимаемся расчетами и учетами на рынке ценных бумаг. Это практически центральный банк для мира ценных бумаг. Поднимите руки, у кого есть ценные бумаги. Кто действует в акции? Довольно много. Отлично. Кто принимает участие в общих собраниях голосованиях? Есть такие люди, да. Наш бизнес-кейс, который мы предлагаем, он как раз посвящен голосованию. Это позже, да. Мне подсказывает, что это позже. То, что я хотел сказать. Да, вот здесь Марина показывала высказывание Грепа про жучков-караедов. Я очень рад видеть так много жучков-караедов сегодня. Пожелаю вам успехов. Спасибо всем огромное. На самом деле, у нас гораздо больше панель-партнеров. И нас поддержали информационно очень много изданий. И нас поддержали, соответственно, разными ресурсами очень многие компании. Спасибо.